Почта Севастополя – это около 700 работников и 70 отделений. А ещё 130 лет назад письма и посылки принимали в одном – на северной стороне. Доставляли по адресам на лошадях. Сейчас обслуживать посетителей помогает современная техника и новый автопарк. Но главное на почте – всё же сотрудники. В канун профессионального праздника лучших наградили почётными грамотами, цветами и премиями. Как бы ни пришёл в нашу жизнь компьютерная техника, электронная почта, всё равно есть такое письмо бумажное, мы говорим его ещё иногда, письмо, которое мы доставляем адресатам. И, наверное, всё равно каждому приятно получить такое живое, настоящее своё письмо. Оксана – начальник почтового отделения. В штате 17 сотрудников. Считает, на почту приходят те, кто хочет помогать людям. Сначала я пришла учеником почтальона. Меня учили, были наставники. Потом я была почтальоном третьего класса, второго класса. Первого класса. После этого, когда я отработала много лет, меня это устраивало, мне работа эта нравилась. Но потом вот изменились мои жизненные ситуации, и поэтому я как бы пошла работать оператором. А Марину Носкову поздравляли сегодня на рабочем месте. Она – оператор почтовой связи. Принимает, выдаёт и отправляет письма, посылки и бандероли. Работа сложная, но любимая. И самое важное – в дружном коллективе. Нужно быть в какой-то степени психологом, чтобы общаться с людьми. Люди очень разные. Есть люди позитивные, есть люди идут сразу с негативом в почту. И вообще мнение какое-то у людей о почте, что здесь работают не люди, а как бы самые низшие слои населения. Хотя у нас все имеют образование. В этот день сотрудники почты желают друг другу, в первую очередь, хорошего настроения. А к поздравлениям присоединяются и Александра Каплун, Андрей Глушенко, информационный канал Севастополя.